Игорь Семиволос, директор Центра Ближневосточных исследований. С нами на связи Игорь Николаевич. Приветствую вас. Да, доброе утро. Привет. Действительно, тема очень широкая, но все же, понятное дело, что мы возвращаемся как раз к Израилю и к действиям Израиля в Газе. Вот я хочу сейчас вспомнить недавние, вчерашние даже слова как раз Жозефа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам. Что же говорит Боррель? Если не потушить войну в Газе, она может поджечь весь Ближний Восток. Ненависть пустила корни. Если эта трагедия не закончится в ближайшее время, я боюсь, что весь Ближний Восток может быть охвачен пламенем. Вот такая вот история. Это я коротко цитирую его вчерашнее заявление. Понятно, что риски есть. Риски расширения серьезных боевых действий, военных действий, они существуют. Но все же, Игорь Николаевич, вот если мы характеризуем ситуацию на сегодняшний день, на 4 января 2023 года, понятно, что есть ряд аспектов, о которых не стоит забывать. Это все-таки и ликвидация заместителя лидера Хамаса. Это вспоминали сейчас наши коллеги в материале. И действительно, Израиль не взял на себя ответственность, но сообщил, что готовится к возможным актам вместе со стороны как раз Хамаса. Если мы говорим о происходящем, насколько сегодня мы можем, ну скажем так, обозначить границы этого конфликта? Насколько они могут расшириться в ближайшее время? И что может стать, скажем так, тем триггером, который приведет к тому, что конфликт расширится на территорию большую, нежели территория Агаза и Израиля? Ну, добавьте к этим фактам, о которых вы говорили, еще и два взрыва на кладбище во время поминок генерала Сулеймани в Иране. И у вас будет полная картина того, что может происходить в ближайшее будущее, потому что очевидно, что все это является частью той эскалации, которая возможна на Ближнем Востоке в ближайшее время. Об этом косвенно свидетельствует и решение, и требование, например, немецкого правительства, чтобы все немцы немедленно покинули Ливан, который свидетельствует о том, что ситуация в этой стране точно так же может обостриться. И не исключен военный конфликт между Израилем и Ливаном, о котором мы уже много раз говорили, и не буду повторяться. Но, собственно, тот факт, что Израиль не берет на себя ответственность, не означает, в общем, как вы понимаете, ничего, кроме слов «израиль». И в этом плане можно, конечно, ожидать серьёзного обострения. Сам вопрос и куситов тоже не так-то легко решить, как кажется на первый взгляд. Потому что, в общем, ситуация с куситами начала обостряться именно в связи с военными в Казе. До этого времени фактов нападения на судно в Красном море не было. То есть мы не фиксировали их. Наоборот, во время конфликта между Саудовской Аравией, коалицией и хуситами была как раз блокада территории хуситов. Вот же, таким образом, мы видим, что ситуация действительно остаётся напряжённой. Все варианты развития событий на столе. Ничего не меняется. Додайте к этому ещё и заявление представителей израильской правящей коалиции, то есть непосредственно министров израильских Бенгвира и Смотрича, которые заявляют о том, что палестинцев в сектор Газа нужно депортировать и, соответственно, эту территорию взять полностью под контроль и аннексировать. И вы увидите полную картину того, что происходит. Частям с Кермана начнём. Вот заявление Смотрича и Бенгвира. На него отреагировал также, напомню, Матю Миллер. Это официальный представитель Госдепа США. Об этом чуть позже. О Кермане. Верховный представитель, руководитель Ирана Али Хаминей, вот на фоне ситуации в Кермане, призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с США. Приказал ограничить ответные действиями, операциями против Израиля и атаками прокси-группировок на американские базы. Об этом пишет New York Times. Получается, если я правильно понимаю реакцию Хаминей, что сила, и только в этом контексте силу понимает, собственно, иранский режим. И если я правильно понимаю, что не будут продолжаться подобные удары, подобные действия со стороны союзников, да, или со стороны Израиля в контексте террористических деятелей? Да, скорее всего, будут продолжаться. Наверное, мы увидим еще не одну ликвидацию представителей Хамаса. Ну, по большому счету, Израиль же об этом заявил открыто, о том, что ни один из лидеров Хамаса не останется живым. И поэтому это следует рассматривать достаточно серьезно. Что касается позиций Ирана, то для них достаточно действия вот этих прокси-группировок. Зачем им непосредственно напрямую сталкиваться с американцами? Последний раз, насколько я помню, это произошло уже как непосредственно, вот такое прямое столкновение произошло в 20-м году, в конце 20-го, или начале 21-го года, когда был убит Сулеймани, и, соответственно, после этого был удар по американским базам с территории Ирана. Тогда, собственно, был сбит, как вы помните, да, был сбит украинский самолет, вот, пассажирский самолет. То есть, вот, собственно, это... И Иран, конечно же, они осознают, что силы неравны, и в случае прямого столкновения иранский флот, который действует в Российском заливе, в Индийском океане, в Красном море, он, естественно, будет уничтожен. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем и знаем, что американцы тоже не готовы сейчас к никакому серьёзному... серьёзным действиям, то есть, к большой войне, и поэтому они всячески будут пытаться ограничивать, то есть, осуществлять так называемую контролируемую эскалацию, то есть, в рамках своей доктрины. Поэтому здесь со стороны Ирана мы видим определённую сдержанность, и со стороны Соединённых Штат Америки определённая сдержанность, то есть, обе стороны пытаются не допустить неконтролированной эскалации, которую мы можем привести к большой глобальной войне на Ближнем Востоке. В контексте заявления Смотрича и Бангвира, израильских министров, процитирую заявление Госдепа, США отвергают эти заявления в контексте выступающих за переселение палестинцев за пределы сектора Газа. Цитирую далее Мэтью Миллера, эта риторика носит подстрекательский, безответственный характер. Правительство Израиля, включая премьер-министра, неоднократно и последовательно говорило нам, что подобные заявления не отражают политику правительства страны. Тем не менее, заявления есть. Смотрич и Бангвир не последний министр. Пойдёт ли Израиль на такое решение о переселении? Потому что ряд СМИ начали писать уже о определённой, не объявленной такой себе оккупации. Израильский контроль в секторе Газа якобы несёт такую опасность для мирных палестинцев. Ну, дело в том, что, смотрич и Бангвир, это не просто простые мини, или не просто министры, да? Это представители коалиции, без которых эта коалиция невозможна. Давайте посмотрим, кто они такие. Это, значит, религиозные сионисты, то есть партия, которая в основном действует на оккупированных территориях Заветного берега. И во многом действие этих политиков, и этих партий, и этих активистов связано с усилением насилия на Западном берегу. И то, что происходило в течение последних нескольких лет, и в конечном итоге привело опосредованно к событиям 7 октября. Поэтому для них провокация — это их, собственно, способ существования. И в данной ситуации, понимаете, когда, говорит, премьер-министр выражал другое мнение, давайте не забывать о том, что премьер-министр полностью зависим от голосов религиозных сионистов. А это значит, если религиозные сионисты выйдут с коалиции, коалиция распадается. И Бнямина Таньягу теряет всякую возможность вернуться к власти. А дальше его ждёт уже, соответственно, комиссия, суд и прочие-прочие неприятности. Поэтому он будет руками и ногами держаться за вот эту коалицию. И, соответственно, ситуация действительно крайне сложная. То есть, да, по сути, они могут продавить самое радикальное решение. И тогда навряд ли можно будет говорить о послевоенном регулировании ситуации в Казахстане. Тем не менее, Матю Миллер на вопрос журналиста об обвинениях в геноциде палестинцев, которые выдвинули против Израиля Южноафриканская республика, в том числе присоединилась к этим обвинениям и Турция. Миллер заявил следующее, цитирую. «Геноцид, безусловно, является ужасным преступлением, одним из самых ужасных преступлений, которые может совершить любой человек. К таким обвинениям не стоит относиться легкомысленно. И что касается Штатов, мы не видим никаких действий, которые можно было бы назвать геноцидом». Конец цитаты. Соответственно, я правильно, если понимаю, если исходить из такого предупреждения, которое было сделано Смотричу и Бангвиру, Штаты поддерживают Израиль в решениях в отношении сектора газа, даже в отношении палестинцев в некотором плане? Ну, сложно сказать. Понимаете, кто-то может поддерживать, кто-то не может поддерживать. То есть, вы понимаете, что в самих Соединенных Штатах Америки существуют разные точки зрения. Даже в самой демократической партии существует разная точка зрения на палестинский вопрос. И если смотреть довоенные, условно говоря, опросы общественного мнения, то большинство демократов поддерживает палестинское решение проблемы Палестины в виде двух государств. А там республиканцы меньше поддерживают. Но в любом случае, эта ситуация, она не является однозначно определённой. В определённой ситуации американцы оказались заложниками, собственно, той политики, которую они начали проводить после 7 октября. Сейчас нельзя отказаться, ну, нельзя согласиться. И вот в этом, собственно, заключается вся проблема. И, с другой стороны, да, действительно, со временем навряд ли американцы удастся отмахнуться от обвинений, которые звучат как со стороны Южной Африки или со стороны Турции, или со стороны других государств, которых будет становиться всё больше и больше. Потому что есть очевидные факты, которые свидетельствуют о том, что, в общем, массовые бомбардировки, они не усиливают здоровье палестинца. То есть ситуация усложняется и гуманитарная, и политическая, и, собственно, огромное количество жертв мирного населения. Это тоже факт, который следует признать. Поэтому здесь растяжка для американцев достаточно серьёзная. С одной стороны, нужно выполнять обязательства перед Израилем, с другой стороны, администрация Байдена оказывается всё больше и больше критикой как международных, так и внутренних. И в конце также, в контексте, в целом, террористических сил в регионе Йеменские хуситы, Хизбалла, Хамас, поддерживаемые в том числе, такие себе иранские прокси, они на сегодняшний момент стали довольно серьёзной проблемой. Не только для региона, но и для всего мира. Опять-таки, ситуация в Красном море, которая выносится в том числе и на организации Объединённых наций, тому лишь пример. Без давления силового, в том числе, политического на Иран, возможно ли преодоление вот этих трудностей, под фразой преодоление трудностей, я имею в виду уничтожение этих террористических группировок, либо без удара по Гидре, по её основной голове, Тегерану, уничтожение этих группировок попросту невозможно? А вы не получите никакого согласия международного сообщества по ударам, в отношении ударов по Ирану, и даже во многом вопросы, связанные с Йеменом или с другими государствами арабскими, тоже может зависнуть в воздухе. Потому что и Россия, и Китай будут категорически против этого. Они не будут голосовать на Совете Безопасности ООН. Тогда нужно принимать решения вне Совета Безопасности ООН, как это в своё время американцы принимали решения по Ираку. Ну а это уже как бы другой политический статус и другие последствия. Скажем, мы видим, к чему во многом привела война Соединённые Штаты Америки в Ираке, и какие последствия, по сути, в том числе, если мы говорим о иранских прокси, потому что, собственно, во многом они появились на фоне этой войны. И в этом плане, конечно же, это крайне сложно. Это не просто, это не просто. Это можно только, как говорится, знаете, когда часть израильских экспертов считает, что это всё просто. А на самом деле там ситуация далеко-далеко не такая однозначная. Вспомнили вы, да, о буре в пустыне? Тогда Совбез ООН, собственно, разрешил действовать силами... Это 2003 год, когда не было решения ООН. Я просто, вот мне сравнивается почему-то конкретно с буре в пустыне. Вам не видится, что возможные решения, такие радикальные, они будут после того, как Иран напрямую решит атаковать одно из государств, близких к ним, ну, близких территориально, имею в виду, географически? А Иран не будет этого делать. Это не в его интересах. Он будет дать нападение на себя. Это очевидно. Спасибо вам огромное, Игорь Николаевич, за участие в нашем эфире. Спасибо за ваш анализ. Игорь Семиволос, напомню нашим зрителям, директор Центра ближневосточных исследований, был с нами на связи.